Здравствуйте, дорогие друзья. Клуб читателей. Я рада, что мы с вами можем продолжать читать одну единственную книгу, которая является Божьим посланием. Понятно, что в книгах, в которых есть Божьи смыслы, переработаны уже через человеческую практику, там тоже Бог присутствует и своим Духом, и своими откровениями, но там, где Он концентрированно присутствует, это Его Слово. И поэтому мы с вами можем сегодня вот в эту книгу погружаться, а самое главное понимать, что автор этой книги с нами. Он с нами для того, чтобы мы могли вникать в Его сердце, вникать в Его смыслы, вникать и разбирать Его уроки, чтобы в нашу жизнь они принесли много плода и результата. Я рада, что есть такие люди, которые вместе с нами проводят это время. И тогда, когда мы погружаемся в тексты Писания, пусть они для нас оживают. Оживают как послание, оживают как картина, оживают как дыхание. Божье дыхание пусть будет сейчас этих слов на нас. Несмотря на то, что тексты Писания, которые мы читаем, они могут быть предупреждающими, констатирующими, может быть, даже что-то обличающими, но когда-то вдохновляющими. Есть разные тексты. Сейчас, пока мы читаем 15 главу Иова, то здесь тексты, говорящие о нечестивых и их последствиях, последствиях в жизни. И поэтому, когда мы рассматриваем этот образ, конечно, он мало может вдохновить, но когда мы уже переходим на ту категорию людей, которая на самом деле вдохновлена Богом, то нам хочется там оставаться. Поэтому читаем сейчас из 31 стиха, из 15 главы и 32. Пусть не доверяет суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Пусть не доверяет суете заблудшей. Как эта фраза может ожить перед нашими глазами? Дело в том, что когда человек заблудился в чем-либо, я сейчас говорю не просто, допустим, заблудился в лесу. Как человек действует? Он хаотично начинает ходить, потому что сначала ему кажется, что сейчас что-то он увидит знакомое и выйдет. И вот эта вот суета в движении, она не выведет его из леса. Как вы понимаете, нужно отказаться от паники, освободиться освободиться от суетных мыслей, задать себе вопрос, что я знал из предыдущей информации, которая мне сейчас понадобится и поможет. И как минимум, если вы человек верующий, то лучше помолиться и сказать, Господи, помоги, выведи меня из этого плена, выведи меня из этой опасности. И вот тогда, когда наступает такой момент, когда суета отходит в сторону, тогда начинает уже в нас появляться новые мысли, новое понимание. А что же я могу сейчас сделать? Когда мы вспоминаем, что можно, если компас, то как он работает? Если звезды на небосклоне, то какая звезда на какой части света находится и куда мне повернуть? Ну и так далее. То есть какие-то начинают быть ориентиры. Восход, закат солнца. То есть если это ночь, что я уже сказала, по звездам. Но на самом деле есть еще и сверхъестественные пути. Вот тогда, когда человек живет в суете, то суета и результатом становится. Тогда можно заблудиться, еще глубже зайти в проблему, потому что, посмотрите, страх начинает увлекать. А куда он увлекает? В болото. В опасную трущобу. Там, где на самом деле гуще всего, как деревьев, так и животных опасных, которые там могут скрываться. То есть я сейчас даю параллель с лесом. И вот одна история, которая была реальная история с одной отчаянной женщиной. Она приехала в Белоруссию, где очень много, как вы знаете, таких лесов, их подчас непроходимых, больших лесов. И она отправилась за грибами. Когда ее предупреждали и сказали, что леса эти, они очень коварные. Если вы идете одна, то надо хорошо разбираться, где вы находитесь и как выбраться. Но для нее, ей показались эти все предостережения не про нее, поэтому она быстро пошла, взяв корзинку, и, конечно же, нашла много грибов. И когда она уже их нашла и поняла, что ей надо уже возвращаться, потому что люди могут ее начать искать, то поняла, что заблудилась. С полной корзиной грибов, которые уже теперь тяжело нести. Она заблудилась. И вот здесь у нее появилось некоторое отчаяние. Что же делать? Быстро очень садилось солнце. Было понятно, что скоро наступит уже темное время суток. И если она останется в лесу, то все переполошатся и будут искать ее, потому что она гость. Она приехала на свадьбу. И она на самом деле может доставить сейчас много проблем тем людям, которые ее предупреждали, но она их не послушала. В результате, когда она поняла, что она в отчаянии, она просто встала на колени и сказала, «Господь, выведи меня отсюда. Я не знаю, как мне выйти. Я не знаю, как ориентироваться. Я потерялась». И вот это признание, что я нуждаюсь в Боге, это признание, это всегда предвестник чуда. И поэтому она помолилась и сказала, «Ты же Ильи ворона послал. Он ему пищу приносил. То дай мне какую-то птицу». И вдруг она увидела огромную птицу, которая летит прямо над ее головой. И это произошло сразу после молитвы, поэтому она отреагировала на эту птицу и решила пойти за ней. Посмотрите, как это нелогичность человеческого пьедестала, когда надо все самому рассчитать. А тут какая-то птица. Мало ли как птицы летают. Но если человек помолился и верит Богу, и он увидел необычную большую птицу, которая летела, а она за ней бежала. Естественно, птице лететь легко, а ей бежать с корзинкой не очень. Поэтому она устала, остановилась и сказала, «Господи, я не могу дальше так бежать». И когда она остановилась, то и птица остановилась. Она села на дороге недалеко от нее, в нескольких метрах. И тогда, когда она поняла, что птица не улетает, она отдохнула, сколько ей понадобилось. Потом взяла корзину, и птица тут же полетела. Она опять пошла за ней быстрым шагом, потому что птица летела быстро. Скоро опять устала. И опять сказала, «Господи, я устала». Остановилась, и птица села опять на дорогу. И так несколько раз происходило. происходило. И в конечном итоге она, конечно же, боялась из глаз своих потерять птицу, потому что уже темнело, и птица становилась менее видима. И когда она вдруг увидела, что птица поднялась и улетела, она просто закричала, куда же ты? И, обернувшись, увидела, что она стоит на опушке леса, и перед ней та деревня, из которой она уходила за грибами. Вот, друзья, как в доверии Богу можно выбираться из лабиринтов. Но здесь мы с вами прочитали. Пусть не доверяют суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. То есть, таким образом, суета или обстоятельства приведут его к таким последствиям, что это будет ранней смертью. То есть, не приведет его это к результатам, а к смерти приведет. Поэтому, друзья, так хочется нам с вами сегодня просить у Бога мудрости и разумения, как же нам жить на этой земле, чтобы суета, которая, в принципе, у каждого есть. Мы суетой называем бытовые дела. Но на самом деле суета — это больше, чем бытовые дела. Это то, чего ты можешь не делать, а ты делаешь. Либо какая-то срочность, которая захватывает у тебя время важного. Вот это можно назвать суетой. И есть еще выражение у одного из пророков, по-моему, Сафония, что они тащат на себя вервями суетности. Грехи вервями суетности или оси. То есть, написаны эти слова, которые показывают, что мы с вами не просто можем оказываться в суете, а это еще веревки, верви. Веревки, которые могут закручивать человека и еще что-то тянуть за ним. И поэтому так хочется, чтобы мы с вами, делая дела, не были в суете. А тем более не убегали от проблем в дела. Потому что, когда в дела человек убегает, не решает саму причину, то нарастают проблемы. А лучше бы с ними разбираться. Понятно, может быть, не все готовы сразу начать заниматься проблемой, которая встала, и побыть, может быть, в каких-то отвлеченных занятиях. Но пусть дух в это время молится. Потому что занятия тебя не приведут к решению, а дух, который внутри нас, и он может ходатайствовать за нас, он молится, и мы реально можем скоро получить ответ. И на свой разум в том числе. Потому что, когда дух молится, ум остается без плода. Но когда дух пропитывает нас божественным посланием, то вдруг начинает щелкать что-то, и сознание вдруг овладевает каким-то откровением. И ты начинаешь понимать, ты уже осмысление получаешь на те вопросы, которые раньше казались нерешаемыми. Но теперь мы переходим к смысловому переводу этих же текстов. Пусть не думает человек, живущий в спешке и суете, что они помогут ему, потому что суета и спешка будет ему воздаянием и принесет обилие горького плода в его жизни. Вы знаете, плод созревает не только добрый на ветвях. И когда-то Иисус сказал по плодам их, узнаете их. И потому вот то, что называется суета и спешка, будет воздаянием. То есть принесет определенный результат, принесет обилие горького плода в его жизни. Я верю, что нет человека, который бы хотел, чтобы в его жизнь пришли горькие плоды. Если такое есть, то это какое-то неразумие или безрассудство, непонимание значимости слов и мыслей. Тогда человек может привлечь к себе какие-то реальные проблемы. Но если он хочет жить и видеть добрые дни, то удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей. Итак, друзья, лукавые речи, уста, которые начинают говорить опасность, это то, что увлечет в сети. И 32 стих. Преждевременно уйдет из жизни он и никогда не будет иметь радости и наслаждения от прожитых дней. И потомство его не будет иметь успешной жизни. А вот это уже серьезнее, чем просто своя собственная жизнь. Потому что человек, который живет на земле, не оставляет доброго наследства, а это не только физический мир, а это прежде всего как раз духовный и душевный. То есть какая позиция данного человека считается в духовных сферах. Как Бог видит этого человека, как окружающий духовный мир его считывает. Это человек, который знает свою позицию в Боге. Это человек, который знает, как работать Божьим словом. Это человек, который утверждает свое звание избрания, хорошо служа на предыдущем поприще. Это человек, у которого истина является припоясанием. Ну и так далее. То есть мы образ Божьего человека можем продолжить. Либо это человек, который говорит, обещает и не выполняет, берет займы и не отдает, делает то, что другим причиняет вред, живет постоянно в печали и в отчаянном положении, считая себя жертвой и все ему должны. То вот посмотрите, какие разные, кардинально разные позиции по жизни человека. И когда человек сам имеет в себе такой негатив, то он его транслирует не только на свою жизнь, но на жизнь и своих детей, на жизнь своего потомства. Вот где опасность. Сам не получил наслаждение ни от каких дней и провел ее в таком состоянии бружжания, недовольства и обвинения других. И еще не смог собрать ничего и тем, кто после него. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами реально понимали, что наша жизнь, она имеет проекцию на вечность. Она имеет проекцию на время, которое проживаем мы здесь на земле и тех, кто после нас будет жить. Для себя мы определяем вечность, для потомства своего здесь на земле последующие годы. В чем они будут жить, как они будут жить? Во-первых, они принимают пример и учатся от примера своих родителей. А во-вторых, они потом сами начинают транслировать то же самое. И это уже умножение. Это не просто прибавление, а умножение, как геометрическая прогрессия растет в таких родах. И это очень печально, потому что мы сегодня видим такие последствия в жизни людей. И с одной стороны мы говорим, как это так? Вот кому-то так повезло, у кого-то так все складывается. На самом деле везением называется духовный закон, сение и жатвы. Поэтому если сеешь доброе, пожнешь доброе. Поэтому давайте будем осознанно сеять доброе. Даже тогда, когда вокруг нас люди это не делают. Но с учетом того, что мы ходим все под небесами. Благословенный Господь, я благодарю Тебя, что на самом деле все, что мы имеем, это чудо. Это чудо Твоих законов, чудо Твоих посланий. Это чудо нашей судьбы, при которой уже происходит то, чему Ты определил быть. И я благодарю Тебя за то, что мы жили и пользовались достоянием предыдущих поколений. Я очень благодарна Тебе за предыдущие поколения, которые полагали цену. И эта цена была Тобою оценена. Эта цена была не напрасна. И они могли посеять то, что в нашу жизнь пришло наследством. Наследством и в духовном, и в физическом мире. Но мы также молимся и о нас, чтобы нам оставить добрый след. И нам оставить то наследство, как Ты сказал, добрый человек отставляет наследство и внукам своим. Пусть, Господь, в нашей жизни этого добра будет достаточно. Насколько Ты продлишь жизнь на земле, пусть наследие наше будет приятно и для нас, и для небес. И я благодарю Тебя, что мы можем молиться не только о себе, но о тех людях, которые с нами сейчас на связи. И я благословляю людей не жить в отчаянии, что кто-то не собрал для них наследства. Но пусть они собирают сегодня уверенно, потому что Господь надзирает, наблюдает, Он считывает все наши состояния. Я благодарю Тебя за это, Господи, что Ты пришел сегодня и на это место, чтобы с нами поговорить, с нами общаться и нам передать свое сердце, чтобы мы жили во славу Твою и могли наслаждаться Твоими даяниями. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»